В декабре 1991 года на руинах прекратившего существование Советского Союза возникает 15 независимых государств. И сегодня меня тревожит потеря нашими людьми, гражданство великой страны. Последствия могут оказаться очень тяжелыми для всех. За годы независимости Казахстан основательно наследит в новейшей истории, а его лидер станет хорошо узнаваемым ньюсмейкером далеко за пределами страны. Но официальная летопись укроет уникальные подробности важных событий. С первых шагов лидер Казахстана заявляет, что намерен превратить страну в ключевой евразийский перекресток большой международной политики. Он открыто говорит о своем желании сблизить Восток и Запад. Скептики называют его идеалистом, указывая на первую страфу знаменитой баллады Киплинга. О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. Не встретится им никогда. Назарбаев не вступает в полемику со знатоками. Ему известно, что это лишь начало легендарного произведения, а никак не конец. Решать сложные политические задачи с помощью компромиссов станет символом внешней политики Казахстана. За три десятка лет независимости их наберется немало. Ярким примером целой россыпи компромиссов станет саммит ОБСЕ в столице Казахстана в 2010 году. Путь от первоначального замысла до реализации масштабного проекта не станет легкой прогулкой для президента. Воплощать однажды сказанное в реальность станет стилем президента Назарбаева. Искренняя заинтересованность в развитии дела дает пищу для последующих шагов. И так будет с самого начала. Он человек того же поколения, что и я. Он не видел телевидения, потому что его не было. Он читал книги. Нет такого же в мире, который бы пришел из кочевого прошлого. Он даже не знал, где он родился. Это бедное кочевое прошлое. Но если вы начинаете понимать силу кочевого народа, вы видите, насколько они могут быть сильны в политической карьере. И родился я, вырос в абсолютно простой христианской семье. Самое яркое впечатление, оставшись с самого детства, это горы, конечно. Среди которых я вырос. Направо смотришь горы, налево смотришь горы. Огромное ущелье. И на дне этого ущелья бурлит белая пена воды, которая течет. Идешь по этой реке до самой вершины, до снежных гор летом, и это незабываемо. Но поскольку работа отца была связана с животноводством, летом они выезжали на летние пастбища в горы, а зимой спускались на зимовки, естественно, мне приходилось ездить с матерью на одной лошади сзади у нее. И вот эти вот поездки, вот эта вершина гор, которые всегда вдохновляют, всегда дают энергию, гору дают энергию. До сих пор я туда езжу, обязательно заезжаю, потому что я напитываюсь энергетикой в этих горах. Вот это впечатление первое, которое остается, и до сих пор в воспоминаниях лежишь ночью, ходишь по этим местам и успокаиваешься. Круглые сутки отец и мать работали, но на трудодни давали несколько мешков пшеницы, если уродился урожай. Все наше пропитание было из приусадебного участка огорода. Наш дом окружал сад, яблоневый сад отца, которого он любил. Эти яблоки закладывались в погреба, весной продавались на базаре, это были деньги и себе, и так далее. Вот таким образом жили. И вот эти яблоневые сады, вот сейчас весной, когда в Алмате цветут яблони, все белым вело, и я обязательно туда езжу. Это неизгладимые впечатления моей памяти, я до сих пор этим живу. Трудно было всем. Кроме меня было еще трое детей, да еще племянница моей мамы, еще бабушка, старшего брата моего отца. Семья довольно-таки немаленькая, всего не хватало, но моему обучению придавали очень большое значение. Хотя любой сельский шпольник приходит со школы, кидает портфель и начинает работать, я так и делал, но учился хорошо. Во всех классах был отличником первым. И потом тоже в жизни так получилось, не хотелось быть вторым. Вот из таких полуромантических впечатлений состоит мое детство. Трудное, полуголодное, рваное, одевать нечего, но счастливое. Все же я по характеру мечтатель. Да. Я вот с самого детства чувствовал, что что-то такое меня ждет большое впереди. И всегда со мной было. Я даже не понимаю, откуда. У меня была бабушка, и она меня очень любила, и время от времени рассказывала свой сон. Вот то она видела, что я иду в гору один. на белом коне. В середине горы останавливаюсь, она говорит, не останавливаюсь, иди, иди до вершины. Я шел. И потом она заключала, вот у тебя такое будущее, ты дойдешь до вершины горы. И как бы то ни было, это оставляет какой-то осадок, желание осуществить это. Я думаю, это здорово. Что-то от тебя несет, что-то великие чувства, великая мечта, достичь чего-то большего. Это я потом узнал, потому что вершины власти могут достигать и орлы, и присмыкающиеся. Будучи студентом политехнического института, иногда утром, умываясь, смотрел в зеркало, говорил, ты должен что-то сделать для своего народа, сам себе. Вот я никогда не говорил, сегодня первый раз говорю. Так бывало. Успешный политик должен иметь в своем арсенале широкий набор инструментов и навыков. За годы в большой политике президент Назарбаев в совершенстве овладеет многими из них. Но помимо традиционных, у него в запасе есть и несколько оригинальных инструментов, один из которых он применяет с большим удовольствием. У каждого народа есть свои инструменты. Вот у казахов вот эта дамбра, она привлекает. Вечером придешь, возьмешь, начинаешь перебирать. И у тебя все забывается, воспоминания какие-то идут. Поэтому мне это нравится. Мне нравятся люди, которые хорошо играют на дамбре. Вообще я люблю музыку. У меня мама хорошо пела, а отец сам песни сочинял. И она из этих пела, я сидел рядом всегда. И поэтому, не имея таких особых способностей, ну, у меня желание великое было, но я не мог осуществить. Например, сосед у нас был дамбрис, я хотел к нему брать уроки по ночам. Ему не до меня было, но все равно. Но я до конца не освоил, хотя дамбра это душа казаха. Кстати, кюй дамбру, напевые, мелодию дамбры может понять только казах, родившийся казахом в степи, с запахом полыни в носу. В казахской песне надо слова слышать, не музыку. Слова имеют очень большое значение. Поэтому вот к этому чувство есть с детства, но таким профессионалом, конечно, я не стал. Я стал в другом, как вы знаете теперь, в другом деле. Хорошая музыка не только вдохновляет президента Казахстана с раннего детства, но и прекрасно дополняет неформальное общение с важными переговорщиками. Особенно, когда высокий гость, такой, как, например, глава Всемирного банка господин Вулфинсон, тоже не просто любит музыку, но и прекрасно владеет виолончелью. Я ему напевал, чтобы он уловил этот мотив. И он старался уловить, и я пел. Спасибо. Но соль Назарбаева в том, что он большой человек с хорошим чувством юмора. Я хотел идти вперед. Если для этого я должен быть буддистом, я буду буддистом. Если для этого я должен был быть коммунистом, я был хорошим коммунистом. Я смеялся, конечно, над этим, но в этом много правды. Он человек земли, казахского народа в первую очередь. А теория о политической идеологии Казахстана это уже второй вопрос. Человек, который берется за то, чтобы стать президентом, возглавлять государством, в голове должен иметь идею, что ты собираешься делать с этим. Что ты собираешься сделать народу, государству этому. Что-то значимое, да? Что-то отличающееся, что-то разрушающееся твой народ, твое государство. У этих мыслей рождается желание что-то сделать большое. Да, но казахов не было государственности такой, как сейчас, с такими границами, с такими объемами, с таким всемирным признанием. Не было. Мне Аллах помог поставить Казахстан на карту мира, где его не было. Мы, степняки, намады, владели этой огромной территорией, но там не было никаких границ. А так не бывает. Поэтому объявить независимость Казахстана и не очертить границу, это нельзя было считать, что у тебя есть государство. Поэтому это стояло вопросом номер один после объявления независимости Казахстана. Защита периметра страны – приоритет национальной безопасности любого государства, и его охрана – штука не дешевая. Опыт Казахстана и России в этой чувствительной области показывает, что для охраны государственной границы совсем не обязательно тратить дорогостоящие силы и средства. Самая протяженная сухопутная граница в мире в 7,5 тысяч километров охраняется не силами погранслужб, а благодаря интеграционной политике двух стран. Окончательное пограничное соглашение с северным соседом будет подписано главами государств в Астане в конце 2005 года. Любопытные детали пограничных хроник с южным соседом Казахстана нам удалось узнать от ключевых участников этих событий. В советское время я работал в качестве эксперта советской пограничной делегации, поэтому пограничную проблематику я очень хорошо знаю. У нас в Министерстве иностранных дел было 34 тома исторических, картографических материалов, посвященных так называемым спорным территориям. Поэтому пограничные переговоры между Китайской народной республикой и независимым Казахстаном начались не на пустом месте. Казахстан и китайский пограничный вопрос это одна часть пограничных проблем Китая и СССР. В прошлом Советский Союз и Китай вели переговоры по пограничному вопросу. Сейчас образовались две стороны Китай и объединенная делегация России, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Переговоры идут с учетом новых моментов геополитики, связанных с распадом Советского Союза. Впервые каждый участник переговоров защищает собственные интересы. Ни о каких территориальных уступках даже не могло быть и речи. Мы совершенно глубоко, обоснованно рассматривали все исторические материалы. Буквально по каждому километру прохождения границы, чтобы исключить любые поползновения в сторону территориальных захватов. Я не говорю о том, что это могло бы произойти в будущем, но береженого Бог бережет. Тем более, что речь идет о границе. Обе стороны интересуют геологические данные о спариваемых территориях. Есть ли там природные ресурсы? Результатом большой кропотливой работы станет подписание первого пограничного соглашения с Китаем в Алматы в апреле 1994 года. Но останутся два спорных участка. Мы очень внимательно рассмотрели все материалы. И надо сказать, что они свидетельствовали, к сожалению, в пользу китайской стороны. Поэтому была очень сложная картина. И вопрос решался на самом высшем уровне, когда президент Казахстана обратился к председателю Китайской Народной Республики Дзянземиню с просьбой рассмотреть положительно позицию казахстанской стороны. Мы с Путиным сняли пиджак совсем. Очень красивое место. Надо сказать, что Дзянземинь был настроен достаточно положительно. Он человек из советского, если можно так выразиться, времени. В свое время он работал на Горьковском автомобильном заводе, владеет русским языком. И он так сказал, что наступит новая эпоха, наступят новые геополитические реалии. И поэтому этот вопрос надо решать сейчас. И он был решен. Я могу с уверенностью сказать в пользу Казахстана в том смысле, что мы достигли компромисса. Считаю, что была выполнена историческая задача. Граница с Китаем была делимитирована, а затем демаркирована. То есть были поставлены пограничные столбы по всей протяженности границы. Решать сложные политические задачи с помощью компромиссов станет символом внешней политики Казахстана. За три десятка лет независимости их наберется немало. Ярким примером целой россыпи компромиссов станет саммит ОБСЕ в столице Казахстана в 2010 году. Путь от первоначального замысла до реализации масштабного проекта не станет легкой прогулкой для президента. Компромисс — термин дипломатический. То есть ты должен уступать, он должен уступать, и в конце концов прийти к консенсусу. Вопрос проведения в Астане саммита ОБСЕ — это целая эпопея. Как только сказали, что председательствовать будем в ОБСЕ, нас не пускали председательствовать, просто избрать. В то время я был председателем ОБСЕ, и мне удалось из 53 стран-кандидатов выбрать Казахстан. Это была очень сложная задача, потому что это было впервые, когда страна из Центральной Азии, республика бывшего Советского Союза, должна была возглавить ОБСЕ. Последние 56 государств согласились, 57-е — Америка. Я был с визитом, младший Буш был президентом. Значит, мне мой посол в Америке, все говорят, не поднимайте этот вопрос, дохлые, они будут против. Как это против? Я прихожу в овальный зал, младший Джош Буш, Кандализа Райс, и мы разговаривали, разговаривали, договорились с собой все. Говорю, господин президент, если вы меня называете другом, значит, Казахстан Америки тоже друг, тогда почему 56 государств за, одна Америка против, чтобы Казахстан был представителем ОБСЕ. А сразу Гандализа, госсекретар говорит, Конди, что там у нас, что там такое? Она была противником этого всего, кого-то другого хотели они пропустить. Она начала, говорит, господин президент, вам будет пристальное внимание, права человека там, то-сё, будут вас со всех сторон, зачем вам это надо? Говорю, господин президент, вы меня поддержите, а там я разберусь с этим вопросом. Ладно. На десятый год договорились, и я стал прорабатывать в это время, чтобы у нас прошел саммит. И началось, как это в Казахстан поехать? Было много споров по этому поводу в Вене. Будет ли саммит проходить в Астане или в самой Вене? Были вопросы, разделяет ли Казахстан в полной мере ценности, принятые в ОБСЕ? Мы работали вместе, чтобы продемонстрировать, что борьба за права человека – это постоянная работа. И нужно учесть, как Казахстан выполнял обязательства, изменяя политику, как они улучшали правила, чтобы гарантировать уважение прав человека и верховенство закона. Конечно, ни одна страна не может считаться идеальной, и мы должны принимать во внимание, с чего они начинали. Многие участники ОБСЕ хотели, чтобы саммит состоялся, особенно со стороны Российской Федерации. Нужно помнить, что председательство Казахстана началось после событий в Грузии в 2008 году. В то время была довольно напряжённая ситуация между Россией и её некоторыми западными партнёрами. Сарказий меня поддержал, вот я его до сих пор с уважением отношусь, что вот провести. А почему, говорит, нет? Надо провести в Казахстане. И потом Меркель поддержала. Я очень дружил королём Хуаном Карлосом. И в Мадриде происходило заседание, которое должно было принять, и где это будет проходить. Он тоже говорит, слушай, вот тяжело очень будет, наверное. На телефоне сидим ночью. Значит, король мне звонит полвторого ночью. Я тебе поздравляю только, что приняли решение ночью. Это же исторический факт, да? Позвольте Астанинский саммит официально объявить открытым. Я очень хорошо помню конференцию. Потому что я, будучи представителем Австрии, сидел между президентами Азербайджана и Армении, которых сложно назвать друзьями. Когда один из них выступал, другой на некоторое время выходил из зала. А потом я рассказывал, что произошло за время их отсутствия. Чтобы оба были в курсе того, о чём шла речь. Были и другие интересные встречи, которые я хорошо помню. Два дня выступали и выступали. Последний документ не можем принять. И тот факт, что Казахстан сделал всё возможное, и президент Азербайджан вложил свой личный авторитет, чрезвычайно позитивно сказалось как на снятии напряжения во время проведения саммита, так и на самом тексте итоговой декларации саммита. И учитывая важность того, что необходимо было всё-таки попытаться развязать те клубки противоречий и проблем, с которыми сталкивалась организация в 2010 году, наш президент поставил чёткую задачу, чтобы мы постарались в итоговом документе отразить общее видение всеми главами государств и правительств стран-членов ОБСЕ видение о важности создания свободного, демократического, общего и неделимого сообщества евроатлантической и евразийской безопасности. Со всеми согласовали, нашли консенсус и уперлась между Азербайджаном и Арменией. Оба мои друзья старые, да, чем мы вместе, ну, у них же всегда тот говорит самоопределение нации, этот говорит неприкосновенность границ, незыблемость. Обычно эти встречи министерского уровня ОБСЕ или саммиты заканчиваются к обеду. В Астане принятие итогового документа, оно затянулось. Прежде всего, из-за того, что необходимо было найти точки соприкосновения между странами, которые, к сожалению, вовлечены в замороженные конфликты на пространстве ОБСЕ. Это был амбициозный саммит ОБСЕ. Я помню, помимо результатов, гибкости желания идти на компромиссы со стороны президента Назарбаева. И затем президент сказал, все те, кто не согласен пойти на компромисс, должны об этом публично заявить. И никто этого не сделал. И у нас получился компромисс. Он доказал, что он сильный лидер. Честно говоря, в определенный момент мы не могли терять время на что-то, чтобы вести праздные разговоры. Мой премьер-министр, господин Берлускони и я были под впечатлением. Берлускони все время со мной сидел. Я, говорит, до конца буду. Говорит, поверь мне, я заседаю ВС 57 государств. Это, говорит, мура никогда не будет. Ты согласишься, что просто протокол примите, но решения не будет. С этим согласишься. Ты уже провел, это великое дело сделал. Радуйся, что ты провел. Нет, говорю, решение должно быть. Как так? Обсуждает, обсуждает. Я уже сижу дома, два часа ночи на телефоне. Держимся. Все. Из дома звоню Саркисяну. Говорит, слушай, Серж, ты из одного слова решил меня подвести, какой ты после этого друг называешься. Он говорит, ну ладно, если Ильхам согласится, я соглашусь. Звоню азербайджанскому президенту, говорю, Ильхам Геннадж, ну ты вообще не должен в этих случаях вставать. А тот согласился? Я говорю, согласился. Согласись. И я быстро поехал во дворец, собрал всех. Я говорю, все согласны. Консенсус достигнут. Ударил молотком по деревяшке и решил вопрос. Сложно было? Очень сложно. Должен сказать, что самое сильное воспоминание о президенте – это пресс-конференция, которую он дал после саммита. И я был абсолютно поражен его полным владением всех аспектов работы саммита и всех аспектов деятельности ОБСЕ. Это была выдающаяся пресс-конференция, которая закончилась, наверное, в 4 часа утра. Это было доказательством его физической выносливости, его удивительного интеллектуального контроля всех аспектов этого международного события. Астанинская декларация ОБСЕ является единственным документом такого масштаба, звучания и видения в 21 веке. И я боюсь, что, учитывая современные тенденции на международной арене, а именно все-таки сохраняющиеся противоречия в подкодах к ключевым проблемам международной безопасности всего, удастся ли в ближайшие годы и десятилетия достичь такого же? Пройдет не так много времени после окончания саммита ОБСЕ, как новые очаги напряженности, возникшие в разных уголках мира, заставят вспомнить не только формулировки итогового документа, принятого в Астане, но и серьезно задуматься о том, что в современном мире больше не существует отдельно проблем Востока и Запада. Восток и Запад, несмотря на присутствующий у некоторых экспертов скепсис, фактически уже давно сближаются и даже перемешиваются. И никакие рукотворные, законотворческие и любые другие преграды не смогут этот процесс остановить. Это особенно видно на примере кризиса беженцев, когда миллионы людей приезжают с Ближнего Востока в Европу, спасаясь от войны, в попытке найти в Европе защиту и помощь. Именно это показывает, как тесно переплетены судьбы людей в Азии и в Европе. А если людские судьбы так тесно переплетены, необходимо, чтобы политики нашли ответы на эти вопросы и говорили о том, что и политики обоих континентов должны быть тесно связаны друг с другом. А для этого нужны руководители государств, которые готовы это сформулировать и внести свой вклад, думать не только о себе и своей стране, но думать о том, как можно объединить судьбы народов всего мира. В нашем случае подумать в первую очередь о том, как теснее связать народы Европы и Азии. Президент Назарбаев продолжает в этом плане великую традицию, являясь наследником великих европейских политиков. Речь идет не только о Деголе, но и о Шумане и других. Он продолжает их дело, постоянно пытаясь сделать эти взаимоотношения позитивными и мирными. Будучи президентом Казахстана, он пытается внести свой вклад в то, чтобы эти континенты и их народы не отдалялись друг от друга, а напротив, шли навстречу друг другу. Сегодня Казахстан востребован на самом острее международной повестки. Он активный участник самых разных процессов. один из важнейших – попытка найти путь к мирному урегулированию сирийского кризиса. Это произошло сразу после страшной битвы за Алеппо. Это было перед Рождеством. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Проблема состояла в том, чтобы найти достаточно нейтральное место, где было бы возможным организовать первую трёхстороннюю встречу, куда обе стороны конфликта и сирийское правительство, и сирийская оппозиция могли быть приглашены, приняли бы в ней участие. Я должен сказать, что когда это состоялось, в ООН вначале сомневались. Опасения состояли в том, что это составит конкуренцию Женеве. Когда фокус оказался на деэскалации, когда правительство Казахстана уверило нас содержательно и искренне, что только Женева должна в дальнейшем санкционировать и уделять полномочия и место проведения политического процесса, мы почувствовали себя комфортно. Ко мне обратились вместе Путин, Эрдоган и иранские президенты. Слушай, а что если в остыне провести вот эти мирные переговоры? Я подумал, говорю, если они согласны, они все согласны, только к тебе хотят и ехать. В том числе оппозиция вооруженная, которая в Женеву не ездит, а сюда хотят приехать. Президент Назарбаев уже доказал свой огромный интерес способствовать развязке конфликтов путем убеждений, путем международных встреч. Его репутация и интерес уже были известны. Во-вторых, Казахстан доказал, что находится в очень хороших отношениях практически с любой страной в регионе. То есть те, кто приехал в Астану в составе делегации сирийской вооруженной оппозиции, они в буквальном смысле бросили свои автоматы Калашникова, получили казахстанскую визу и прилетели к там, к столицу. В определенный момент они начали ставить предварительные условия, прежде чем они там войдут в зал и сядут за один стол с правительственной делегацией. Потребуются совместные усилия организаторов саммита и спецпредставителя генерального секретаря ООН Стефана Демисторы, чтобы убедить делегацию вооруженной оппозиции войти в зал переговоров. И вот что сказал руководитель делегации вооруженной оппозиции нам, прежде чем войти в зал. Мы приехали сюда и сейчас войдем в этот зал для того, чтобы сесть за стол переговоров и сделать заявление от своего имени только из уважения к вашему президенту, султану Назарбаеву, и из уважения к Казахстану как гостеприимной хозяйке этого первого раунда переговоров. Некоторые выступления были нелицеприятные, звучала и критика, жесткая критика в отношении действий той или иной стороны. Но, тем не менее, все прошло на очень высоком организационном и даже, наверное, и содержательном уровне. Когда вы ведете политические переговоры, вам нужна атмосфера, где нет бомбежки и артиллерийских обстрелов. И только в таком месте люди получат порцию комфорта во время встречи, разговаривая со своим врагом о том, почему они стреляют друг в друга. Поэтому гостеприимство, организационные работы и прием Казахстана были очень важны, так как после переговоров мы действительно увидели деэскалацию. Субтитры подогнали Симон. И вот сейчас девятый раунд переговоров прошел и очень успешный. Благодаря Астане остановлена была война, стрельба там. Потом прошли дальнейшие процессы. То есть этим Казахстан может гордиться, что мы вызываем доверие у всех стран. И наша площадка удобна для всех. Ни для кого, ни против кого у нас изжога, ненависти или каких-то других вещей нет. Я был впечатлен тем, как он был сфокусирован на сирийской теме, которой я занимаюсь, и как он хотел убедиться в том, что ООН располагает всем необходимым для поиска решения проблемы. И я могу дать наглядную оценку. Встречи в Астане были организованы на высшем уровне. Я ни разу не почувствовал какого-то вмешательства или давления. Это может сказать любой участник встречи. И тот факт, что Казахстан сейчас является непостоянным членом Совета безопасности, я думаю, что это свидетельство доверия, которое ему оказывают многие страны. А если взять актуальные конфликты, особенно на территории бывшего Советского Союза, в первую очередь конфликт вокруг Украины, ситуации там мы никак не можем быть удовлетворены. Давайте на минутку представим себе, как мог бы эскалировать этот конфликт, если бы президент Назарбаев не запустил Минский процесс. Если бы он не убедил президента Путина и других в том, что здесь следует попытаться найти путь сбалансированности интересов, положение было бы значительно драматичнее. После начала украинского кризиса я по рабочим делам поехал в Россию, Украину и Казахстан. Наибольшее впечатление на меня оказала встреча с Назарбаевым после того, как он вернулся с проверки регионов. Мы подробно обсуждали украинский кризис. Подписаны в сентябре 2014 года Минский протокол о прекращении огня встреча глав государств в Милане в октябре 2014 года также не даст результата. Боевые действия на месяцы европейские не дают санкции. Из-за постоянного обострения ситуации на востоке Украины главы Франции и Германии неожиданно решили отправиться в срочном порядке в Киев и Москву для проведения переговоров. Уже сегодня Ангела Меркель и Франсуа Оланд прилетят на Украину. Ангела Меркель и Франсуа Оланд после Киева отправляются в Москву. Уже сегодня в Кремле российский президент Владимир Путин обсудит с ними, как сообщается, неотложное урегулирование на Украине. О поездке глав Германии и Франции стало известно буквально за день до визита. Еще в Киеве Оланд и Меркель заявили о том, что у них есть мирный план, который устроит все стороны. Действительно, для многих этот визит станет неожиданностью. Но на самом деле все спланировано Россия и Украина. Я в Украине учился, хорошо знаю экономику Украины, большая металлургия там, я на всех заводах побывал, людей знаю. И мне казалось, нонсенс, как Россия может поругаться с Украиной. Приехал к нам как раз Оланд, все всеми с ними договорился, говорю, давай соберемся в Киеве. Договорился с Владимиром Владимировичем, чтобы он по дороге в Париж остановился в Москве. Они, кажется, в аэропорту даже встретились, поговорили. В конце декабря 2014 года президент Казахстана отправится с визитом в Киев. Формальным поводом станет 20-летие подписания договора о дружбе Казахстана и Украины. Основная причина визита – поиск выхода из политического тупика. Конечно, я ринулся туда. Я говорю, что вы делаете? Давайте. Под эгидой кого-то, под патронажем кого-то нужно сесть за стол переговоров с Россией и решить вопросы. Я чувствую, что позиция поддержки Украины – это совершенно искренняя позиция президента Республики Казахстан и казахского народа. Наталья Бишевич, я искренне благодарен вам за это от имени Украины. Я, как человек, как на Востоке говорят, старше и по возрасту, и политическим стажем, обращаюсь и к России, и к Украине, думать над тем, чтобы найти компромисс совместный, чтобы выйти из этих условий, сохранив территориальную целостность Украины и сблизив позиции, которые есть, потому что эта ситуация – нонсенс, она ненормальная. Переговорив с украинским президентом в Киеве, президент Назарбаев прилетит в Москву. Уважаемый Назарбаевич, очень рад вас видеть в поздний час, но, по-моему, не страшно, будет возможность поговорить спеша. Знаю, что вы приехали к нам через Киев, будет возможность рассказать о встрече в украинской столице. Президент Назарбаев будет готовность предоставить площадку столицы Казахстана для тех переговоров. Встреча глав стран участниц регулирования украинского кризиса будет запланирована в Астане на январь 2015 года. Но она не состоится. Официальная причина – эскалация напряженности в зоне боевых действий. Но есть и другая версия. Найдутся те, кто посчитает неуместным переводить решение исключительно европейской проблемы в Азию. Но кто сказал, что решение проблемы должно непременно происходить на соседней от боевых действий улицы? И если речь идет о судьбах простых людей, невольно ставших заложниками войны, не должно быть мирным, ни абсурдным, ни тем, ни тем более монополии на мирное урегулирование. Я никогда не считал, что где оно должно пройти – в Астане, в Минске. Не суть важна. Суть важна – то, что должно было быть. Поэтому образовался минский процесс, были достигнуты наговоренности, но до сих пор хромает, спотыкается, все это идет. Это был еще один пример того, что не обязательно быть супердержавой с десятками тысяч ядерных боеголовок для того, чтобы вносить существенный вклад в дело укрепления мира. Назарбаев имеет стратегическое видение обстановки, и он понял причины падения и смены власти в Украине. Конечно, причин возникновения кризиса в Украине много, и это не только внутренний фактор, но также и внешний фактор. Назарбаев может решать возникающие проблемы. Он способен, адаптируясь к международной обстановке, делать правильный выбор и защищать независимость, свободу и демократию своего государства. Он очень умная и дальновидная личность. Это не всегда можно сказать об остальных политиках на первый взгляд. Я думаю, что господин Назарбаев пытался и пытается стать ближе к Европе. У нас есть соглашение о сотрудничестве и партнерстве, инициатором которого я стала, и я думаю, мы должны продолжать. Возможно, что идеи генерала Деголя и президента Назарбаева не так уж и далеки друг от друга. То, что он сделал, очень важно, потому что до него никто Центральную Азию не знал особо, кроме как из далекой истории. Из стран Европейского Союза Казахстан подписывает первый в истории договор о стратегическом партнерстве с Испанией. Таким образом, лидер Казахстана прорубает стратегическое окно в Европу с самых западных окраин Европейского континента вглубь континента, а не наоборот, как это сделал император Всероссийский в стародавние времена. Это начало строительства большой широкоформатной инфраструктуры для диалога Востока с Западом. Безусловно, стратегическое и географическое местоположение Казахстана позволяет ему быть воротами на Запад и должен сказать, что президент Казахстана так и поступил. Я думаю, что он является признанным на Западе высшим должностным лицом для этой задачи быть мостом. Испания, будучи страной в Южной Европе открытой и приверженной к своим отношениям со странами Средиземноморья, арабским и мусульманским миром, играла важную роль в налаживании отношений с Казахстаном, где большинство населения является мусульманами. И эта страна имела большие возможности для сотрудничества с западным миром. И почему бы не сказать о том, что успешные отношения с Казахстаном помогли Испании в налаживании связей с Россией. Президент Назарбаев в поиске новых друзей неизменно помнит о старых. И слова испанского премьера о позитивном вкладе в отношении Испании и России отнюдь не единственное тому подтверждение. А то, что такие детали широкой аудитории практически неизвестны, говорит лишь о том, что для лидера Казахстана приоритетом является суть вещей, а не праздные разговоры. Взаимовыгодная экономическая интеграция с Россией базовый элемент в стратегии лидера Казахстана. За годы совместной работы им будут предложены интересные, амбициозные проекты. Реализация одного из них могла бы позволить странам Центральной Азии обрести выход в открытое море. Действительно, мы раскопали, случайно, может, или намеренно раскопали такой проект, когда была попытка, и даже вроде бы началось строительство в первые годы советской власти Каспийско-Азовского такого канала, который давал бы практически выход всем странам прикаспийским, выход в открытое море через Азов и Черное море. Был такой проект, я об этом действительно как-то рассказал Нурстану Абишевичу, ему это показалось интересным, и он потом на Санкт-Петербургском экономическом форуме об этом говорил. Об этом говорил, говорит, давайте мы это сделаем. Знаковым проектом может стать строительство нового судоходного канала Евразия от Каспийского моря к Черному морю. По данным экспертов, этот канал был бы на тысячи километров короче Волгодонского и стал мощным коридором выхода всей Центральной Азии к морям через Россию. Я знаю, что исследование было сделано с помощью Евразийским банком развития. Это действительно было. Но, к сожалению, не получило развития. Советские специалисты видели большой потенциал в реализации проекта. С 1936 по 1941 год построят три гидроусла будущего канала. Однако, с началом Великой Отечественной войны работы будут остановлены. Возрожденный амбициозный проект инициированный президентом Казахстана получает название Евразийский судоходный канал. Он рассчитан на транспортировку нескольких десятков миллионов тонн нефтепродуктов и других товаров в год. Из стран Центральной Азии транзитом по территории России на рынок Евросоюза. Пока рабочая группа экспертов занята изучением потенциальной выгоды и просчитывает варианты оптимизации возможного ущерба для окружающей среды, что всегда сопровождает политиков. Их главный аргумент «не хотим превращаться в Панаму». Но это скорее комплимент, чем уничижительное сравнение. Не составит большого труда узнать, насколько успешными стали проекты Панамского канала и других его сородичей. В конце концов, околополитические опасения возьмут верх над экономической целесообразностью. Судоходный канал Евразия объявят ненужным странам Каспия и угрожающим экологии и транзитным проект заглохнет во второй раз, но уже в мирное время. Евразийский судоходный канал не единственный пример несбывшихся надежд. Есть и другие примеры, когда договоренности по намеченным проектам были заморожены или превратились в бессрочный долгострой. Остается лишь надежда однажды, они будут реализованы. По крайней мере, президент Назарбаев спустя 10 лет после своей инициативы по строительству Евразийского судоходного канала предлагает реанимировать этот важный интеграционный проект. Проработать возможность реализации крупных инфраструктурных мегапроектов. Перспективным стало бы строительство судоходного канала Евразия, который позволит связать водными путями Черной Каспийской моря. Сегодня трудно посчитать упущенную экономическую выгоду, которая разошлась по альтернативным транспортным коридорам. Чего здесь больше, политики или экономики? Трудно сказать. на севере у нас Россия, на юге Китай, поэтому мы с этими крупными государствами должны очень плотно взаимодействовать. И мы, будучи здесь в Китае, стараемся всячески продвигать интересы Казахстана, все приоритеты нашей внешней политики, все те задачи, которые глава государства ставит перед нами, стараемся здесь китайскими партнерами все эти вопросы прорабатывать. В июне 2017 года в дни открытия Всемирной выставки Экспо в Астане состоится одно из важнейших событий для Казахстана и Китая. Лидеры двух стран дадут старт совместному проекту в рамках инициативы нового шелкового пути. С этого момента началась реализация двух важных проектов. Стартовали первые товарные составы с порта Лянь-Юнган в Центральную Азию и Турцию. Запущено контейнерное сообщение из сухого порта Харго с Восточные ворота в китайский город Чэнду. В порту Лянь-Юнган находится терминал совместного казахстанско-китайского предприятия. Именно здесь формируются составы с грузами из близлежащих провинций Китая и других стран обширного Тихоокеанского региона. Отсюда через всю территорию Поднебесной по железной дороге товары отправляются в Казахстан и далее в Европу, а в обратном направлении на рынке Юго-Восточной Азии идут товары произведенные в Казахстане. И порт Лянь-Юнган он является одним из основных портов который расположен вдоль морского шелкового пути. Соответственно две инициативы экономический поезд шелкового пути и морской шелкового путь они благодаря свое время тому что наш президент Назарбаев сказал давайте будем строить эту железную дорогу. И китайская сторона этот маршрут этот порт и порт Харгос сухой порт Харгос они включили официально в перечень тех проектов которые входят в реализацию инициативы один пояс один путь. Хоть и получила название один пояс один путь но речь идет не об одной транспортной ветке как иногда ошибочно полагают ее реализацию можно сравнить с кровеносной системой человека во множество транспортных артерий вен и мелких капилляров должен вырасти новый шелковый путь по задумке его инициаторов Я полностью поддерживаю проводимую Казахстаном политику по диверсификации транспортных маршрутов и использованию транзитных возможностей это также способствует развитию кооперации между регионами и интеллектуальному обмену Японские политики определяют Казахстан в качестве важного стратегического партнера в Центральной Азии к тому же страна обладает огромными природными ресурсами в свою очередь Япония имеет развитые технологии ноу-хау для производства товаров с высокой добавленной стоимостью которые можно было бы внедрить в Казахстане то есть наши экономики взаимодополняют друг друга поэтому думаю мы имеем большие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества будет невозможно связать восток и запад если не проложить путь через Казахстан и с точки зрения экономики наиболее выгодные транспортные маршруты проходят именно через Казахстан мы не скрываем что стратегия подключения которую мы развиваем это реакция на строительство шелкового пути идущего из Китая и мы наблюдаем большой интерес и реформы в Центральной Азии которые направлены на наши нормы и стандарты по определенным моделям и практикам которые можно применить в регионе мы очень рады видеть что эти принципы и ценности глубоко внедряются и отражаются в стратегиях развития стран принятых недавно включая стратегию 100 шагов предложенную президентом Назарбаевым стратегию 100 steps which was initiated by президент Назарбаев Назарбаевым Международный финансовый центр это тоже можно сказать такое революционное решение то есть на территории постсоветского пространства куда инвесторы заходят с опаской потому что опасаются где-то наших судов создается значит конклав такого международного финансового центра с английским правом с международными судьями и инвесторам сюда легко прийти потому что там все на английском языке известны судьи известны значит правила понятны для инвесторов он дает возможность Астане сфокусировать на себе внимание для международных финансовых инвестиций во всем регионе потому что если вы хотите привлечь инвестиции и финансы со всеми вытекающими из этого последствиями вам нужно организовать эффективную законодательную базу и тот факт что для работы в финансовом центре приглашены британские судьи говорит о серьезном отношении президента Назарбаева и его правительства к данному проекту Центральная Азия должна двигаться дальше чтобы сблизиться с ЕС думаю это важно не только сейчас когда Китай такой сильный а также Россия это тоже очень важный сосед важно также смотреть в сторону Европы которая много может дать Казахстану я вообще смотрю на этот вопрос шире Евразия Европа Азия огромный субконтинент нам в принципе быть вместе это выгодно наша жизнь здесь находится и когда-нибудь Европейский Союз и наш Евразийский Союз договорятся и это будет большой союз очень выгодный для всех наших народов субконтинентом Субтитры создавал DimaTorzok О, Запад есть Запад! Восток есть Восток! Не встретятся им никогда, пока будут небо с землей таковы, какими их Бог создал. Но Запада нет и Востока нет. Нет наций, родов и преград. Когда двое сильных и смелых мужчин друг другу в глаза глядят. Субтитры создавал DimaTorzok Когда я закончил свою книгу о президенте Назарбаеве, я отправился попрощаться с ним, как автор с героем. И, прощаясь, я хотел доставить ему удовольствие цитатой, которая нравилась другим президентам, о которых я писал. И это изречение Софокла звучит так. «Иногда нужно дождаться вечера, чтобы узнать, насколько славным был день». Президент Назарбаев выслушал меня. После продолжительной паузы он произнес. «А кто сказал, что мой вечер уже настал?» Он должен был понимать историю, не притворяться императором, иметь дело с соседними странами, но возродить национальную гордость, которая оставалась в тени в течение долгого советского периода истории. И великий символ всего этого – Астана. «Астана» «Вы можете построить современный город, но без лица. У Астаны есть свое лицо. Город наполнен жизнерадостным духом казахстанцев и видением президента Назарбаева». «Астана» «Что касается освоения пространства и городской среды, то, гуляя по Астане, оказываешься в архитектурном путешествии во времени. Я думаю, что это делает Астану очень привлекательной для многочисленных гостей. Но особенно поражает то, как за такие короткие сроки Астана превратилась в живой город. Ей исполнилось 20 лет. Для истории городов это ничто. Это всего лишь мгновение. Это не так, что в истории страны нет. Это, собственно, один момент». Конечно, с большим удовольствием ходишь на работу, потому что это живая работа, интересная. Задача очень глобальная. Помогать президенту реализовывать его идею превратить Астану в глобальный умный город. Глобал Смарт Сити и один из центров евразийского пространства. Город Астана – это сын президента Назарбаева. Он придумал его, сотворил и вырастил, платил за него. И это выдающееся творение национальной столицы. Я просто обожаю столицу Астану, которая выглядит великолепно. Она превосходна. И миллион людей, которые там живет, должен очень гордиться своей столицей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»